Привет, друзья! Села завтракать. Люблю я там завтрак, всякие деликатесы. Вот, конечно же, кофе сделала себе с молоком, с горячим я пью. Сегодня только из необычного я себе ещё сварила вот эти устрицы. Да, ну и знаете ещё что? Ну, сыр, конечно же, конечно же, любимую семгу, лосось, сальмон называется в Англии. Вот, кстати, лосось я солю сама. У меня есть даже видео, как я солю лосось. Получается дешевле и по мне так вкуснее. Видео вам всплывёт вверху для тех, кто хочет узнать. Вот, и опять же, ещё одна проблема в Англии. Вы знаете, рыба эта практически исчезла. Если только лосось остался, форель, остальная рыба очень дорогая не подступится или вообще частично исчезла. Почему такое происходит, я не знаю, я не понимаю, потому что в Испании рыбы сколько хотите. Вот, ну и вот это вот теперь цена на рыбу, она очень высокая. Половинку этой филе лосося, вот вы видите, да? Это у меня была половинка филе лосося. Вот я её порезала, эту половинку. Вот так он выглядел, да? Ну и не знаю, сколько здесь уж, 700 грамм, по-моему. Я заплатила 22 фунта, хотя раньше я такой же точно половинку покупала за 11. То есть в два раза подорожала рыбка. Ну и, конечно же, я всегда использую вот это вот топлёное масло. Вот так оно в Англии выглядит. Топлёное масло, не знаю, может быть, кто-то где-то другое знает, видел. Я вот, к сожалению, нет. Это, опять же, мне посоветовали Ирина Хакамада, помню, про него тоже рассказывала, что она его любит на завтрак кушать совсем немножко. Ну и тосты, и я люблю яйца всмятку. Да, вы знаете ещё, что хочу сказать, друзья? Вот обычно мы привыкли как-то всё на бегу, как-то всё скорее-скорее. Вот всегда бежишь, всегда опаздываешь, никогда не успеваешь и как-то не заморачиваешься на то, что красиво украсить стол нужно для себя, нужно себя как-то полюбить. А сейчас, вот вы знаете, наверное, уже пришёл такой момент, когда хочется никуда не торопиться, хочется себя чем-то порадовать. Не всегда удаётся, но я стараюсь. Вот особенно мне нравится с другом, когда мы завтракаем, то, конечно же, там у нас очень много всего. Я стараюсь для него готовить. Хотя я вам рассказывала, что он, конечно, кроме тост-мармелэйт. Вот, кстати, мармелэйт, который очень многие англичане предпочитают с тостами на завтрак. Ну и мой друг тоже, я вам когда-то об этом рассказывала, мармелэйт, да? Так вот, мармелэйт – это не мармелад, друзья. Это джем. Сейчас открою, покажу. Вот это вот у меня осталось после приезда друга. Он его практически весь съел. Специально он покупает мармелад. То есть вот мармелэйт – это вот так вот выглядит апельсиновый джем. И они его намазывают сначала масло, и вот потом этот мармелэйт, и пьют с кофе по утрам. Можете это видеть. Поэтому не путайте, друзья, мармелэйт – это не значит мармелад. Вот, да, бывает, что я говорю и считаю, что все понимают. Но чаще всего вот меня-то, те, кто никогда в Англии не жил, могут и не понять, что значит мармелэйт. Ну вот я показала, да? Да, еще я хочу вам рассказать по поводу вот этого вот масла топленого. Очень полезный продукт, кстати. И топленое масло, может быть, вы знаете, оно намного полезнее, чем масло обычное. И вот здесь, вы знаете, часто очень мне пишут в комментариях, «Как вы можете есть вот такое масло жирное?» Это же все холестерин. И типа того, что вот сейчас от масла отказываются, вот это вот low fat, обезжиренное все, да? То есть я могу вам сказать, что в обезжиренном вам просто напихают химии больше, чем нужно. Это раз. Во-вторых, вот такие холестерины, которые в масле, в яйцах, например, это полезный холестерин. Это не тот холестерин, который откладывается на сосудах и закупоривает сосуды. Нет. Поэтому надо разбираться, надо знать. И так у нас еда уже вся практически безвкусная, с химикатами. Но и с заменителями всякими, да? А потом со вкусовыми добавками. Но я уже не хочу об этом углубляться. Может быть, я когда-нибудь вам поподробнее расскажу. А может быть, даже в скором будущем расскажу о том, какая здесь в Англии еда. Ну, а сейчас я вам рассказываю, как я наслаждаюсь своим завтраком, да? Так вот, еще одна такая вещь. Вот достала, опять же, из холодильника. Как, например, натуральное молоко. Вот я покупаю вот это молоко фермерское. Оно тоже, опять же, натуральное. И оно довольно жирное. У него даже здесь сливки собираются. И, опять же, вы мне скажете, боже, как, зачем, Галина? Вы хотите похудеть и все такое прочее. Я, знаете, не стремлюсь похудеть за счет потери своего здоровья. Поэтому вот рассказываю, что, опять же, новое веяние о том, что молоко вредно для людей после 45 лет. Якобы нельзя петь молоко и вот все такое прочее. Тоже почему-то это все сейчас очень распространено. Ну, а вы знаете, что я очень увлекаюсь очень буддийской религией, ну, буддийской наукой, тибетской медициной. И вот веды, кстати. Но они пришли к нам не из Индии, как многие думают, а сейчас даже говорят, что это славянские веды. Так вот, там как раз и говорится о том, что молоко – это самый лучший и самый полезный продукт на планете. Отказываться от молока ни в коем случае нельзя в любом возрасте. Если, конечно, у вас нет каких-то уж действительно серьезных проблем, кто-то жалуется, что пучит после молока, там журчит в животе. Ну, я уж не знаю. У меня, например, все нормально. И вся моя семья молоко обожает, пьют все с удовольствием. И отец мой пил банками трехлитровыми парное молоко, но он жил в другое время. 40 лет назад наша земля была другая, и продукты были другие. Сейчас представить даже трудно молодежи, какая была вкуснота. Так вот, я опять отвлеклась. И говорят эти веды более пяти тысяч лет. Люди всю жизнь употребляли молоко. И недаром в Индии священные коровы, вы знаете, да? Говорят, что коровы как раз были посланы нам именно в помощь людям. Так же, как манна небесная, да? Очень тоже интересная история в Ковчеге Завета. Меня несет обычно в другие стороны. Так вот, что хочу сказать. Молоко возвращаюсь. Значит, молоко, говорят, это послано нам Богом от священной коровы. И корова сама тоже это священное животное. Поэтому в Индии, вы знаете, коровы продолжают считаться священными животными. И их не убивают. Они умирают естественной смертью. Много-много можно встретить, кто в Индии был. Коровы бродят по полям, по лесам. Старые уже совершенно. Да, так вот, говорят, что молоко, особенно парное, настоящее, конечно же, молоко, да? Вот поэтому я покупаю с фермы, стараюсь как-то покупать все-таки ближе к натуральному продукту. Вот. И это парное молоко, оно улучшает связи нейронные в мозгу. Единственный продукт, который улучшает память и здоровье наше, и, как говорят, очищает кровь, и, в общем, еще много-много чего. Поэтому ни в коем случае не отказывайтесь от молока, если вы его можете пить. Не слушайте всех этих новых веяний, новых science, научных разработок. Я не верю в это. То у нас одно запрещает, то другое. А вот, знаете, они не говорят, насколько вредно, например, есть эти чипсы, насколько вредно пить эти все их сиропы и концентрированные все соки, в которые добавляется огромное количество сахара, огромное количество химикатов всяких и усилителей вкуса, как я уже сказала, в которых там очень много вредных веществ. Об этом они умалчивают, ну, потому что это огромный бизнес, да? Как я, боже мой, далеко ушла от того, зачем я, в общем-то, здесь? Зачем я здесь сижу с камерой, завтракаю? У меня уже все остыло, пока я тут с вами разлагольствовала. Ну, ладно, ничего. Так вот, я хочу вам рассказать о яйцах, друзья. Я очень люблю на завтрак кушать яйца, яйца в смятку. И вот хочу у вас спросить, а вы замечали, что сейчас с яйцами творится странная вещь? Что очень сложно сейчас именно в смятку сварить яйцо. Вот я попыталась, но я уже, как бы, знаете, путем проб и ошибок, экспериментируя многоажды, вот как-то у меня получается, но это уже даже не в смятку, а это уже мы называли когда-то в мешочек. Мне это как-то уже крутовато немножко. Вот, так что хочу сказать. Раньше было элементарно. Вы в кипящую воду кладете пару яиц, допустим, да, на завтрак и с секундомером засекаете ровно 3 минуты и у вас через 3 минуты эти яйца сварились именно в смятку, как вы хотели. А что происходит сейчас? Вы не замечали, друзья? Вы попробуйте. Вот так же точно сделайте. И я вас, не знаю, может быть, шокирую, а может быть, вы уже давно сами знаете, что сейчас за 3 минуты яйца у вас не сварятся. Представляете, что произошло, я не знаю. Ответ на этот вопрос я не знаю. То ли с яйцами что-то произошло, то ли это с атмосферой, то ли вообще с водой, а то ли с газом. И у нас уже недостаточно, хотя нет, вода кипит, и она же, скорее всего, кипит точно так же при 100 градусах по Цельсию, я имею в виду. Ну и вот. Так вот, теперь я, например, чтобы сварить яйцо в смятку, я кладу его в холодную воду и вместе с яйцами вода доходит до кипения. И потом я варю после кипения 3 минуты и их сразу достаю, кладу в холодную воду, чтобы они не доходили у вас. Вот. Так вот, я для чего затеяла с вами этот разговор и прервала свой завтрак, потому что я стала кушать яйца свои любимые в смятку и вспомнила. Хочу у вас узнать, а действительно ли это так, или это что-то здесь с яйцами на острове Уайт происходит не то. Действительно ли и у вас вы заметили такую вещь, что яйца уже недовариваются за 3 минуты. Хотелось бы узнать у вас, друзья. Вот. Ну, а вообще-то я сейчас продолжу свой уже остывший завтрак. Тем не менее, насладиться мне не очень удалось. Но ничего страшного. Я очень рада, что я... Да, ну и, коль скоро у нас уже речь зашла о еде, я хочу вернуться с вами и рассказать вам, что в лесу-то я гуляла не просто так. Я же ходила туда собирать грибы, а я и не показала вам свою грибную охоту. Но я тогда хотя бы покажу то, что я там насобирала. Хочу вам показать, друзья. Такого ещё у меня не было. Чтобы я на одной полянке небольшой в лесу посмотрите, насобирала столько разных сортов грибов, что я просто поражаюсь. Ну, во-первых, посмотрите на эти чудесные, твёрдые, плотные шампиньоны. Боже мой, Боже мой, вы только полюбуйтесь. Таких шампиньонов, пахучих, чудесных, замечательных, свежих, вы не найдёте ни в одном супермаркете. Вы, поверьте мне. Так, их столько здесь много у меня. Я и хочу найти вам ещё другие грибы. Далеко ползти, вы посмотрите. Здесь ещё есть маслята. Вы можете поверить, да? Здесь ещё, конечно же, сыроежки. Сыроежки я начала брать, пока не увидела других грибов, потому что, ну, сыроежки, они такие самые простецкие, я их не очень люблю. Вот, посмотрите. Целую огромную семейку маслят. Маслят я насобирала, я нашла. Посмотрите. Они, конечно, быстро темнеют, но, уверяю вас, когда я их только сорвала, они все были светленькие, красивенькие. Там внизу у меня ещё рыжики. Ё-моё, рыжики вот потемнеют ещё быстро. Поэтому, пока-то думаю, довезу мне ещё целый час ехать на машине, потому что лес далеко. И пока я довезу эти грибы, они, к сожалению, наверное, потемнеют. Но здесь, друзья, килограмма два, это точно. Очень тяжёлый пакет. Здесь у меня эти ручки практически оборвались, посмотрите, от тяжести. Ну, в общем, это что-то... Привезла домой вот грибы, смотрите, друзья. То, что я вам и сказала, да? Это маслятки. Вот. Много маслят, посмотрите. Много-много разных, больших и малых. Так, дальше. Это шампиньоны, как вы можете видеть. Вот они, пожалуйста. Вот они. Ну, я их вам сверху показывала, их очень много. Дальше. Вот это же у нас рыжики, вы видите. Они быстро темнеют, теряют красивый свой вид. Но, поверьте мне, что, когда я их рвала, они были красивые, яркие. К сожалению, вы знаете, я насобирала вот этих вот сыроежек. Подумала, что других грибов не найду. Стала собирать сыроежки. И вот. А потом пошли вот такие грибы замечательные. И рыжики, и маслята, и шампиньоны. А эти сыроежки имеют обыкновение ломаться. И они меня испортили весь вид. Вот. Вот. Но, тем не менее, грибы обалденные. Сейчас буду жарить, наслаждаться. Обожаю грибы из леса. Запах. Сразу пожарить с картошкой и с лучком. Захотела именно маслята. Видите, как у вас. Ну, вот. Все вкуснее и вкуснее. Все симпатичнее и симпатичнее выглядят эти грибочки. Наверное, сейчас уже уже и хватит. Вы знаете, я как многостаночница. Вы не представляете. Я бегаю туда-сюда, вот помешиваю грибы эти, жду. А еще параллельно делаю вам новое видео. Ну, вот. Как все быстро. Видите, не успела я позавтракать, а уже и обед у меня подоспел. Вот такой сегодня у меня обед. Это у меня маслята с картошкой, салатик и моя любимая капуста брокколи маринованная. Приятного аппетита всем!